Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня естественные науки продвинулись невероятно далеко по сравнению со временем, когда писалась эта книга, и мы не удивляемся тому, как, например, облака получаются, или почему падает дождь, или почему замерзает иней, но мы удивляемся другим вещам. Оставляя тот же самый принцип, это творение несет на себе какой-то отпечаток величия Творца и слаженности его замысла. Но природа, живая или неживая, она и есть природа, она живет так, как она может. А есть еще человек, который живет так, как он выбирает. Жизнь людей, которые стремились угодить Богу, которые слушали его голос, это, наверное, самое главное прославление Творца. Теперь восхвалим славных мужей и отцов нашего рода. Смотрите, их мы тоже восхваляем. Если, скажем, дождем или льдом любуется автор, то здесь есть уже элемент оценки. Это не просто мы любуемся, именно мы их восхваляем. Мы одобряем то, что они сделали. Многославного Господь являл через них величие свое от века. Это были господствующие в царствах своих, им уже именитые силой. Они давали разумные советы, возвещали в пророчествах. Они были руководителями народа при совещаниях и в книжном обучении. Обратите внимание, что начинается этот перечень с людей, занимавших видное общественное положение. То есть цари, правители, вельможи или учителя в книжном обучении, которые равны царям, идут после них на втором месте. Почему? Ну, потому что, очевидно, праведник, он всегда праведник. Но если этот праведник царь или учитель, или какой-то вельможа, то его праведность, она касается многих. А если он сидит в своей коморке, бедняк, то она касается его одного. Мудрые слова были в учениях. Они изобрели музыкальные строи и гимны, придавали Писанию. А при чем здесь искусство? Они хвалили Творца, они творили чудеса, они там исцеляли больных. Нет, он говорит, они изобрели музыкальные строи и гимны, придали Писанию. То есть они писали музыку и поэзию. Оказывается, это тоже часть божественного зламысла, тоже откровение его славы и величия. Не только красота природы, но и красота человеческого творчества. Слушайте, ну разве слушая Баха или Генделя, или Чайковского, мы не понимаем, что это прекрасно, и что мир полон какой-то великолепной гармонии. Поэзия, музыка, архитектура, все что угодно. Даже если они не посвящены Богу непосредственно, они открывают опосредованно свойства Творца, как способность создавать прекрасное. То, что человек получил от Творца и отчасти ему уподобился. Люди богатые, одаренные силой, они мирно обитали в жилищах своих. Ну, положим, не все обитали мирно, но вот здесь вот речь именно о тех, которые так себя вели. Оказывается, мирная жизнь — это тоже гимн, это тоже симфония. Вот человек, который прожил мирную жизнь, казалось бы, ничего особенного, а он сочинил симфонию и исполнил ее. «Все они были уважаемы между племенами своими, и в одни свои были славою». Да, хочется сказать, знаешь, вообще-то Иисус Инсерахов довольно много исключений, но он рисует такую идеальную картину, да, все всех уважали. «Есть между ними такие, которые оставили по себе имя для возвещения хвалы их, и есть такие, о которых не осталось памяти, которые исчезли, как будто не существовали, и сделались как бы небывшими, и дети их после них». Да нет, он знает, он знает, что были праведники, о которых сразу все забыли. То есть вовсе не про всех можно сказать, что они были уважаемы между племенами, и в одни свои были славою, да, не все. Вот правила, вот исключения. Ну и что? А жизнь-то у них была прекрасна. То есть не надо думать, что только те, кому памятники ставят, чьими именами называют там площадь, они только достойную жизнь прожили. «Но те были мужи милости, которых праведные дела не забываются. В семени их пребывает доброе наследство, потомки их в заветах. В семени их будет твердые, дети их ради них». Дети их ради них. Ну, что имеется в виду? Такое утверждение себя через потомство, да, вот у кого много детей, эти дети, если успешные, если они хорошие люди, то тем самым они возвеличивают своего прародителя. Может быть это, а может быть и то, что Господь хранит это потомство ради них. «Семь их прибудет до века, и слава их не истребится. Тела их погребены в мире, и имена их живут в роды. Народы будут рассказывать об их мудрости, а церковь будет возвещать их хвалу». Церковь какая? Церковь до христианства. Собрание верных, это же в Ветхом Завете есть. Ну а дальше конкретные примеры людей, причем именно таких прославленных. Он не говорит о праведниках, о которых никто не знает, потому что он о них тоже не знает, но приводит пример. Это не значит, что он сразу оговаривается, что только знаменитые люди цены перед Богом. Цены все, кто ему угодил. Но мы знаем только знаменитых. «Енох угодил Господу и был взят на небо». Образ покаяния для всех родов. «Енох угодил Бога и был взят на небо». Очень странная такая фраза, но в книге «Бытия» просто сказано, что и не стало его, по преданию он был взят живым. А почему покаяние? Вообще-то в книге «Бытия» нигде не сказано, чтобы он как-то особенно каялся. Но, с другой стороны, наверное, какое-то предание, почему он был взят живым, а потому что потом Илья только после него, потому что он каким-то образом покаялся, в чем мы даже не знаем. Вот сила покаяния показывает нам Иисус Инсерахов, а заодно эта ссылка на некоторое предание, которое к тому моменту существовало, до нас, пожалуй, даже и не дошло. Ной, следующий, да, «Енох» жил еще прежде Ной. Может быть, как раз в связи с Ной мы начинаем понимать, что «Енох», возможно, жил в такое очень развращенное время, как вот эти вот поколения последние перед потопом, и он покаялся вот ровно в том, что тогда наводняло землю, еще до волн всемирного потопа. Ной оказался совершенным, праведным. Во время гнева он был умилостивлением. Ну, то есть, когда погибла в волнах потопа вся жизнь, то он оказался ровно тем, кто явил милость Божью себе на своих потомках. Не он, конечно, явил, на ком явил милость Господь. «Потому сделался остатком на земле, когда был потоп, с ним заключен был вечный завет, что никакая плоть не истребится более потопом». Но это пересказ книги «Бытие». Обратим только внимание, что завет с Ноем заключен обо всем человечестве. То есть, праведник, он может с Богом заключить не только про себя лично завет. Авраам, ну, естественно, прародитель всех иудеев, и не только их, великий отец множества народов, и не было подобного ему в славе. Он сохранил закон Всевышнего и был в завете с ним. Какой закон? Еще никакого закон не было, он потом пришел. А вот закон, ровно то, что Господь его призвал, он принял этот призыв. Его закон — это пребывание в этом призыве. «И на своей плоти, — утвердил завет, — и воспитание оказалось верным». Но, очевидно, имеется в виду обрезание на своей плоти и испытание, когда он готов был принести своего сына Исаака в жертву. «Поэтому Господь с клятвой обещал ему, что в семени его благословятся все народы. Обещал умножить его, как прах земли, и возвысить семя его, как звезды, и дать им наследство от моря до моря, от реки до края земли». От реки, очевидно, имеется в виду от Нила, хотя, может быть, от Ефрата. Тут по-разному можно понять. А Исааку ради Авраама, отца его, он также подтвердил благословение всех людей и завет. И оно же почило на голове Якова. Но это потомки Авраама, надеюсь, не надо об этом подробно говорить. Кто они такие, почему они унаследовали благословение Авраама, это уже вот такие базовые вещи из книги «Бытие». «Он ущедрил его своими благословениями и дал ему в наследие землю». Земля, очевидно, обетованная, которую еще они не заняли, но его потомки заняли, Якова. И отделил участки, ее разделил между двенадцатик коленами. Ну, а это потомки Якова как раз. «И произвел от него мужа милости, который приобрел любовь в глазах всякой плоти». Очевидно, идет речь про Моисея, но так поделили на главы этот текст, что Моисей в следующей сорок пятой главе. И здесь всего лишь сказано о том, что он был муж милости. Почему муж милости? Ну, очевидно, потому что именно через Моисея явилась милость израильтянам, когда они пребывали в египетском рабстве. Но об этом следующая сорок пятая глава, и не только об этом.